Здравствуйте, ребята! Вновь невидимую кистью осень выкрасила листья. Все нарядным сразу стало, ярко-желтым, рыжим, алым. Ребята, наступила осень, солнышко стало греть меньше, на улице похолодало. Листики стали менять свой цвет, они стали красные, желтые, оранжевые. А давайте сегодня мы с вами попробуем сплести свой осенний кленовый листок. Сплести нам нужно будет два маленьких ромбика, два средних и один большой. И соединить их все вместе в один листочек. Цвет бусин можете выбрать любой, я взяла красный. Еще для работы нам понадобится пять кусочков проволоки. Начинаем плести самый маленький ромбик. Делаем сразу первый и второй ряд. Для этого нанизываем на проволоку три бусины. Одну отодвигаем и пропускаем другой конец проволоки только через две бусины. И затягиваем. Наступаем к следующему ряду. Нанизываем три бусины на проволоку. Пропускаем другой конец проволоки через эти бусины навстречу первому концу проволоки и затягиваем. Набираем две бусины. Пропускаем другой конец проволоки через бусинки навстречу первому концу проволоки и затягиваем. И последняя бусинка. Набираем ее на проволоку. Пропускаем через нее другой конец проволоки и затягиваем. Закручиваем оставшуюся проволоку. Наш первый ромбик готов. Второй ромбик делаем точно так же. Маленькие ромбики у нас уже готовы. Приступаем к плетению средних. Средние ромбики плетем точно так же, как и самые маленькие. Только в серединке нам нужно будет прибавить еще один ряд. Нанизываем на проволоку три бусины. Одну отодвигаем. Пропускаем другой конец проволоки только через две бусины. И затягиваем. Нанизываем три бусинки на проволоку. Пропускаем другой конец проволоки через эти бусинки. И затягиваем. Пропускаем другой конец проволоки через эти бусинки. И затягиваем. Набираем три бусинки на проволоку. Пропускаем другой конец проволоки через эти бусинки. И затягиваем. Набираем две бусинки на проволоку. Другим концом проволоки продеваем эти бусинки. И затягиваем. Набираем одну бусинку на проволоку. Пропускаем через эту бусинку другой конец проволоку. И затягиваем. Теперь нам нужно с вами закрутить два кончика проволоки. Наш средний ромбик готов. Следующий ромбик делаем точно так же. У нас должно получиться два средних ромбика. А теперь нам осталось сплести последний, самый большой ромб. Плетем его точно так же, как и средние ромбы. Но прибавляем в серединке еще один ряд. Нанизываем на проволоку три бусинки. Одну отодвигаем. Пропускаем другой конец проволоки только через две бусинки. И затягиваем. Нанизываем на проволоку три бусины. Пропускаем другой конец проволоки через эти бусины. И затягиваем. Нанизываем на проволоку четыре бусины. Другим концом проволоки продеваем эти бусинки. И затягиваем. Нанизываем на проволоку пять бусинок. Пропускаем другой конец проволоки через эти бусинки. Навстречу первому концу проволоки. И затягиваем. Нанизываем на проволоку четыре бусинки. Пропускаем другой конец проволоки через эти бусинки. И затягиваем. Нанизываем на проволоку 3 бусинки Другой конец проволоки пропускаем через эти бусинки и затягиваем Нанизываем на проволоку 2 бусинки Другой конец проволоки пропускаем через эти бусинки и затягиваем И наконец нанизываем на проволоку одну последнюю бусинку Другой конец проволоки пропускаем через эту бусинку и затягиваем и закручиваем в проволоку. Все наши ромбики готовы. Ребята, вы большие молодцы, проделали такую кропотливую работу. Осталось скрепить все наши ромбики между собой, чтобы получился листочек. Берем один маленький и один средний ромбик, прислоняем их рядышком и скручиваем их проволочки между собой. Добавляем к ним со стороны среднего самый большой ромбик и опять скручиваем проволочки. Добавляем к ним средний ромбик со стороны большого и скручиваем. И осталось присоединить к ним еще один самый маленький ромбик. Присоединяем мы его со стороны среднего ромбика и опять скручиваем проволочку. Наш кленовый лист готов!